Всем привет, с вами Алекс, и в этом видео я расскажу вам, стоит ли покупать Huawei P40 Pro в 2021 году. Можно ли обойтись без Google сервисов, что там с бесконтактной оплатой, и почему этому смартфону можно простить все его недостатки. Поехали! На мой взгляд, это один из самых недооцененных смартфонов 2020 года, но хотя оно и неудивительно, отсутствие Google сервисов, высокая цена на старте, не самая высокая производительность по сравнению с конкурентами, ну и конечно же, большое количество аналогов других смартфонов, которые предлагают все то же самое, но зато без проблем с приложениями. Но так ли это спустя год после выхода Huawei P40 Pro? Давайте сегодня это и выясним. Ну и конечно, я бы не смог выпустить это видео, если бы не магазин Player.ru. Купить данный аппарат вы сможете по ссылке в описании на их сайте. У них отличные цены, классное расположение, поэтому приобретать технику я вам могу посоветовать именно у них. Ну и конечно же, если после этого обзора вы захотите еще раз подробно ознакомиться со всеми техническими характеристиками данного смартфона, вы сможете это сделать на странице с товаром по ссылке в описании. Ну а мы переходим к обзору и начнем с дизайна. Первое, что бросается в глаза, когда берешь руки Huawei P40 Pro, это то, насколько классно он сделан. Матовое стекло сзади, стальная рамка по контуру, очень классный экран, который скруглен со всех сторон и внушительный модуль камеры. Причем из-за тонких рамок вокруг дисплея, P40 Pro не кажется огромным смартфоном его комфортно использовать одной рукой, даже несмотря на то, что здесь установлен экран почти на 6,6 дюйма. Еще мне очень понравилось, что стальная рамка по периметру корпуса пачкается не так сильно, как в других смартфонах, потому что, во-первых, с нее намного легче оттираются отпечатки, это факт. Ну и тем более, из-за цвета она все-таки не так сильно их собирает. Ну а матовое стекло сзади, это вообще отдельная история. По ощущениям, оно напоминает даже чем-то глянцевое стекло, потому что оно не такое скользкое, как матовые стекла в других смартфонах, ну и выглядит, конечно же, очень круто. Теперь перейдем к экрану, его диагональ составляет 6,58 дюйма и сделан он по технологии OLED. Его разрешение 2640 на 1200 и соотношение сторон 20 к 9. И что самое интересное, он скруглен с каждой стороны. И перед тем, как взять на обзор данный смартфон, я слышал от многих людей, что это неудобно, появляются ложные нажатия, по краям экран начинает зеленить и так далее. И я не столкнулся ни с одной из перечисленных проблем, кроме той, что, да, действительно, экран немножко искажает цвета на закруглениях, но с другой стороны, это не то, чтобы очень сильно бросается в глаза. И во всей системе вместо кнопки назад используется свайп от края экрана, и, конечно, когда он закруглен, его делать намного приятнее. Ну и достаточно интересно смотрится то, что экран скруглен не только по краям, но еще и сверху и снизу, и такого, если честно, я раньше не видел. Также мне нравится сама матрица, как я уже говорил ранее, она сделана по технологии OLED, и у нее очень классные черные цвета. И что мне понравилось, она не делает картинку слишком контрастной. Когда я тестировал Samsung Galaxy S21, кстати, обзор на него есть на моем канале, можете посмотреть, если не видели. Я понял, что там тоже классный экран, но цвета он выдает немножко нечестно, особенно это проявляется, когда ты листаешь ту же ленту в Инстаграме, смотришь какие-то разные видео и фото, и понимаешь, что сверху как будто наложен какой-то фильтр, который немножко завышает яркость и контрастность. И, конечно, это неплохо, кому-то такое решение даже понравится, но мне Huawei нравится больше. И все цвета он выдает более спокойные, более натуральные, и, конечно, это не может не радовать. Теперь перейдем к плавности экрана, и он здесь работает в режиме 90 Гц. Конечно, это не 120, но все равно значительно плавнее, чем 60. Все работает очень плавно, мне было приятно листать ленту новостей, просто пользоваться смартфоном и переключаться между какими-то приложениями. В общем и целом, экран мне очень понравился, и действительно, это один из лучших дисплеев, которые устанавливаются на данный момент в смартфонах. И что самое приятное, у него очень низкий уровень шима, о том, что это такое, я уже рассказывал в своем обзоре про Samsung Galaxy S21. Глаза практически не напрягаются, и, кстати, Huawei еще добавили специальную функцию, которая называется защита от мерцаний. Она делает шим еще менее заметным, поэтому те люди, которые к нему чувствительны, обязательно обратить внимание на данный смартфон. Теперь перейдем к батарейке, и она здесь установлена на 4200 мАч. Это неплохо, но, опять же, невыдающийся показатель, потому что, когда вы используете 90 Гц в смартфоне на постоянной основе, плюс еще включаете режим производительности, аккумулятор садится довольно-таки быстро. Но даже при такой работе у меня хватало P40 Pro практически на весь день, это примерно 6 часов использования, и тут Huawei решили взять и компенсировать все это дело быстрой зарядкой. Ее, что самое главное, положили в комплект, и она здесь на целых 40 Вт. И мне кажется, что это одна из главных фишек данного телефона. Я специально сделал замеры, и получилось, что, когда вы не используете смартфон, от 0 до 40% он заряжается за 15 минут. За 30 минут мы получаем уже 70%, ну и до 100% он заряжается за час. И, как вы понимаете, это очень быстро, и мне кажется, что это безумно полезная функция. Теперь перейдем к комплектации, и основная проблема современных флагманов заключается в том, что, когда вы берете себе какой-то смартфон, вам к его стоимости нужно еще прибавить чехол, какой-нибудь адаптер для зарядки, наушники и так далее. Ну а Huawei решили просто взять и положить все это в комплект. Пленка на экране, быстрая зарядка на 40 Вт, чехол и наушники. Все это вы получаете сразу из коробки. И, конечно, это приятно, и даже чехол, да, он стоит копейки. Для любого другого смартфона точно такой же можно заказать с Алиэкспресс. Но компания положила его в комплект, и пока вы не купите себе какой-нибудь нормальный кейс, вы можете спокойно распаковать устройство, положить вот в этот чехол и не париться, что телефон у вас разобьется или поцарапается. Переходим к производительности, и да, Huawei P40 Pro проигрывает по этому параметру многим флагманам даже 2020 года. Но, несмотря на это, даже сейчас этого смартфона более чем хватает для того, чтобы плавно отрисовывать весь интерфейс, запускать игры, приложения и так далее. Внутри у нас установлен восьмиядерный Kirin 990, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу, и в роли графического процессора выступает Mali-G76. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, ну а внутреннее хранилище на 256 гигов. В Antutu P40 Pro набрал 577 тысяч баллов, что, кстати, неплохой показатель, учитывая, что телефон вышел в начале прошлого года. Ну а в Geekbench 5 779 баллов в одноядерном тесте и 3186 в многоядерном. Также я два раза запустил тест на троттлинг, и с ним Huawei справился без проблем. Многие отмечали, что данный смартфон троттлит, особенно когда вы играете в игры, но сейчас, видимо, Huawei с прошивками все это дело пофиксили. Я запустил PUBG, Standoff 3, Call of Duty Mobile и Genshin Impact, и все игры у меня, в принципе, работали без проблем. Конечно, не везде стоит играть на максимально возможных настройках графики, например, Genshin Impact, здесь вообще не любой смартфон с этим справится, но в целом даже с такими настройками данный проект можно запустить. Далее переходим, наверное, к самой интересной части, это Google сервисы. Скажу сразу, что их на смартфон можно поставить, в принципе, без проблем, в интернете есть куча разных инструкций, скачиваете пару приложений и где-то 15-20 минут сидите все настраиваете. Но я специально не ставил сюда ничего от Google, чтобы посмотреть, реально ли использовать P40 Pro с собственным магазином приложений, и тут на самом деле все не так однозначно. С одной стороны, фирменный магазин AppGallery сильно не дотягивает до уровня App Store или же Play Market, но с другой стороны, существует множество способов поставить на смартфон все то, что вы не смогли там найти. Я захотел установить Call of Duty Mobile, захожу в AppGallery, вижу, что ее там нету. Далее я запускаю специальный поиск, который называется Petal Search. Это универсальная штука, через нее, мне кажется, можно найти вообще практически все, в том числе и приложение. Просто пишем название того, что нас интересует, и у нас сразу открывается страничка для скачивания APK файла. Но вот незадача, страничка не работает, нельзя ничего скачать, и далее мы скачиваем другую программу, которая называется APK Pure. Это такой своеобразный магазин приложений, в котором точно так же, как и в том же Play Market или AppGallery, можно скачивать какие-то программы, и тут как раз-таки я и нашел Call of Duty Mobile. И через него же я, кстати, еще и Genshin скачал. И хочу сказать, что мне было очень интересно посмотреть, смогу ли я пользоваться данным телефоном, именно как своим основным устройством, потому что, когда я тестировал, например, тот же Samsung, я не устанавливал прям все приложения, которыми я пользуюсь, ну, потому что понятно, что тот же бум для музыки там запустится без проблем, и смысл его ставить. Ну, а на Huawei я установил вообще все, чем я пользуюсь, и у меня это получилось сделать, даже несмотря на то, что я не ставил сюда Google сервисы. И таким образом никаких проблем с софтом у меня не было. И на самом деле все зависит только от того, готовы ли вы заморачиваться с установкой этих самых приложений или же нет. Но, конечно же, есть еще нюансы, и о них мы с вами чуть позже поговорим. Также по поводу бесконтактной оплаты, как вы знаете, здесь используется Huawei Pay, который практически ничего не поддерживает из того, чем мы с вами пользуемся. И тут приходит на помощь приложение Кошелек. В него мы можем добавить свою банковскую карту, после чего подойти к какому-нибудь терминалу и просто что-то оплатить. И, кстати, во многих обзорах я слышал, что данное приложение поддерживает только карты Мастеркард. Ну, а я добавил туда банковскую карту Visa, и у меня все заработало. Скорее всего, разработчики немножко обновили свое приложение, и это, конечно, здорово. Также пару слов еще хочу сказать по поводу YouTube. Многие говорили, что без Google сервисов, если вы их отдельно не накатите, все будет работать отвратительно, и вообще никак YouTube пользоваться здесь нельзя. Но в самой системе Huawei есть такая штука, которая называется Center QuickUp, и она создает так называемую веб-версию приложения. И с ее помощью я поставил нормальный YouTube, в котором я зарегистрирован, я могу оставлять комментарии, ставить лайки и дизлайки, на кого-то подписываться и смотреть, на кого подписан я. Но, конечно, все это дело работает не идеально. Часто возникают какие-то ошибки, само приложение вылетает, видео нельзя свернуть, и тут на помощь приходит аналог YouTube, который называется YouTube Vance. Это ровно то же самое, что и приложение YouTube на любом другом смартфоне, но там есть дополнительные фишки. Например, видео можно запускать в фоне или использовать режим картинка в картинке. Но тут тоже есть один очень серьезный недостаток – вы не сможете войти в свой аккаунт. И, конечно, для многих это прям реально минус, но, с другой стороны, я комбинировал вот эти два приложения – веб-версию YouTube и YouTube Vance. И как я делал? Я просто заходил в первое приложение, искал ролик, который я хочу посмотреть, потому что там все ровно то же самое, как и на обычном YouTube, видны все мои подписки. И после того, как я уже выбрал, что я буду смотреть, я перехожу в YouTube Vance, ввожу название и абсолютно нормально смотрю ролик. Ну или на крайний случай можно просто зайти в браузер и войти в YouTube, но, конечно, это не так удобно. Меня лично такая схема более чем устраивает, потому что я не очень часто смотрю YouTube на смартфоне, но, опять же, те, кто постоянно им пользуются, для вас это может быть не так удобно, поэтому смотрите сами. Если купите себе Huawei P40 Pro, то можете просто отдельно накатить Google сервисы и поставить нормальный YouTube. Но, опять же, нету никаких гарантий, что все это дело не будет у вас вылетать. Также хочу сказать пару слов про фирменную оболочку под названием MUI. К сожалению, она пока работает на 10-м андроиде и непонятно, обновится ли она до 11-го, потому что вроде как Huawei разрабатывает свою собственную операционную систему и тогда уже напрашивается вопрос, а зачем им тогда обновление до 11-го андроида, если они могут потом просто поставить свою версию ОС и люди будут пользоваться ей. Но даже несмотря на это, в целом весь интерфейс и его оформление мне понравилось. Да, не самые красивые иконки и шрифт, но все это можно решить буквально в пару кликов, зайдя в фирменное приложение темы и скачав отдельный пак иконок. Я это сделал в первый же день и у меня теперь отличное оформление приложений на рабочем столе. Ну а в остальном мне система понравилась, я не знаю почему говорят, что она какая-то некрасивая, что многое в ней неудобно, мне наоборот, на самом деле было в кайф пользоваться данным смартфоном, здесь много приятных каких-то мелких фишечек. Например, очень приятный жест назад, он делается намного прикольнее, чем на других смартфонах, потому что, во-первых, здесь скругленные края на экране, плюс он работает вообще во всей системе, почти во всех приложениях. Также прикольно, что сразу в системе есть какие-то нормальные обои, из которых можно выбрать, они реально красивые, плюс если вы их устанавливаете, например, на рабочий стол, вы можете выбрать степень их размытия, для того, чтобы иконки были более четкими на их фоне. Также тут можно сделать запись экрана, и для этого не нужно устанавливать никаких отдельных приложений, есть функция Huawei Share для быстрой передачи файлов между ноутбуком Huawei и их же смартфоном. И много всего другого, о чем я просто не успею рассказать в этом видео. Теперь переходим к способам разблокировки, и тут я был очень приятно удивлен. Во-первых, в P40 Pro стоит отличный сканер отпечатков пальцев, он работает очень быстро, у него достаточно большая область распознавания вашего отпечатка, поэтому вы, скорее всего, не промахнетесь в большинстве случаев. И во всей системе он работает, то есть если мы заходим в то же приложение «Кошелек», мы можем поставить там в настройках сканер отпечатков пальцев на вход, и он будет нормально там работать. Но самое прикольное, это вот этот большой вырез под фронтальную камеру и сканер распознавания лица. И это, наверное, одно из главных преимуществ лично для меня в данном смартфоне, потому что я очень привык к разблокировке на айфоне, и мне на самом деле будет тяжело отказаться от нее, если я, например, буду переходить на Android. И Huawei как раз-таки ее добавили, и это, конечно, здорово, потому что вы можете без проблем разблокировать смартфон ночью, в темное время суток, он будет всегда вас узнавать. Ну а когда вы надеваете маску, вы можете спокойно пользоваться отпечатком пальцев. Теперь перейдем к камерам, и это, наверное, самое крутое, что Huawei смогли добавить в свой P40 Pro. В основном модуле данного аппарата установлено три камеры. Основная с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная 40 Мп и телефото на 12. Полные характеристики на экране. Также тут установлен ТОВ-сенсор или же датчик глубины. И кто-то может сказать, что на самом деле камера Т4, но по факту последняя нужна только для размытия фона при съемке портретов. Причем работает данная функция еще и в видео, но, правда, если вы захотите использовать ее при съемке каких-то предметов, скорее всего у вас ничего не получится, потому что работает это, правда, не очень. Ну а съемку обычных фото и видео я могу похвалить. И, кстати, несмотря на то, что данный смартфон вышел больше года назад, даже сейчас его сравнивают с современными флагманами, и по части камеры он не то что не проигрывает, но иногда показывает результат намного лучше. Основной модуль делает отличные фотографии, причем как днем, так и ночью, даже без использования ночного режима, но важно отметить, что по умолчанию все снимки делаются в разрешении 12,5 Мп. И я, например, об этом не сразу узнал, и для того, чтобы получить максимальное качество фотографий, для этого зайдите в настройки еще и выберите специальный режим. Про ширик могу сказать, что он тоже хорош, не лучше на рынке, но все же по сравнению со многими конкурентами он выдает намного более качественные фотографии, потому что все-таки сенсор на 40 Мп. Ну и самое интересное, что поразило меня в камере больше всего, это телефото модуль. Нам доступен 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой. И вот видите эту фотографию, вроде хороший снимок, красивый, но дело в том, что он сделан с 10-кратным увеличением. Если бы кто-то показал мне подобную фотографию и не сказал бы, что она сделана на телефото модуль, я бы даже подумать не мог, что смартфон может снимать с таким зумом. На 5-кратном увеличении Huawei P40 Pro снимает, понятное дело, хорошо, ну а на 50-кратном уже, конечно, картинка размытая, нету никаких намеков на какой-то художественный замысел, но все же, если вам нужно рассмотреть что-то на большом расстоянии, она для этого подойдет. Ну и режим ночной съемки тоже хорошо себя показал, потому что он не делает фотографии слишком желтыми, и детализация при этом на хорошем уровне. Если говорить про само приложение камера, оно очень хорошее, в нем много режимов, все понятно, но единственный момент, который мне не понравился, если мы зайдем в настройки, попытаемся выбрать соотношение сторон, мы увидим, что там действительно мало вариантов для выбора. И я бы хотел, например, снять какую-то фотографию в 16 на 9, но, к сожалению, такой возможности нет. Наверное, можно, конечно, где-то поискать и постараться найти режим, в котором можно сделать фото в 16 на 9, но то, что это недоступно сразу в настройках, конечно, не радует. В плане видеосъемки, естественно, P40 Pro это флагман, тут можно снимать и в 4К 60 фпс, есть режим замедленной съемки, в HD можно снимать с частотой до 960 кадров в секунду, а в 720p с частотой 7680. И это тоже очень впечатляет. Но если смотреть в целом по уровню детализации картинки, передачи цветов, стабилизации в видео, смартфон не показывает какого-то иного уровня по сравнению с конкурентами, но при этом и не проигрывает. Также мне очень понравилась фронтальная камера, и если честно, она произвела на меня, наверное, больше впечатлений, чем основной модуль. Я уже привык, что если я хочу сделать какую-то фотографию, то мне лучше, конечно, попросить, либо чтобы кто-то меня сфотографировал, либо же я постараюсь каким-то образом сфотографировать себя на основной модуль, потому что фронталка, как правило, снимает очень средние. Ну а вот на Huawei совершенно все по-другому, потому что фронтальная камера, во-первых, состоит из двух модулей, во-вторых, она на 32 мегапикселя. Ну и то в сенсор, при помощи которого вы можете также разблокировать телефон, тут тоже имеется. И главными преимуществами фронтальной камеры Huawei P40 Pro является то, что она, во-первых, может писать 4К видео, и это на самом деле плюс, потому что многие сейчас, например, записывают свои видеоблоги. Ну и, конечно же, качество фотографий, потому что те же портреты тут получаются отличные. Кстати, размытие фона тут тоже хорошее, потому что многие телефоны не справляются, например, с волосами или же какими-то мелкими элементами одежды, но Huawei показывает себя максимально хорошо. И, конечно, если смотреть на каждую функцию камеры по отдельности, то есть сначала на съемку видео, потом на ночной режим, то можно сказать, что везде есть свои конкуренты, и кто-то делает лучше. Но если мы возьмем основной модуль камеры и фронталку в целом, и посмотрим на все их преимущества, то станет понятно, что на сегодняшний день это один из лучших камерафонов, ну а в данной ценовой категории конкурентов у него практически нет. Я говорю сейчас про 55 тысяч рублей. И если вам интересна тема мобильной фото- и видеосъемки, то я вам настоятельно рекомендую посмотреть отдельные видео, где люди рассказывают про камеру Huawei P40 Pro, потому что она действительно того стоит. И вот все вроде круто, отличная камера, очень хороший экран, нормальная производительность, но у вас наверняка возникает вопрос, обошлось ли без недостатков. Нет. Во-первых, бесконтактная оплата, да, как я уже и говорил, она работает, но она далеко не идеальна. Во-первых, это интеграция в систему и в какие-то сторонние приложения, она не работает практически нигде, кроме как с терминалом в каком-нибудь магазине. Также она срабатывает намного медленнее, чем тот же Apple Pay, и далеко не с первого раза. Следующий минус заключается в том, что вам по-любому придется запариться над установкой каких-то приложений. И неважно, будете устанавливать Google сервисы, попробуете пользоваться стандартным магазином AppGallery и какими-то еще способами, например, APK Pure, как я вам уже и говорил. Все равно по-любому найдется какое-то приложение, которого не будет в стандартном магазине. Далее идет, ну, на самом деле такой себе недостаток, но не отметить его я не могу. В данном аппарате нету нормальной поддержки microSD карточек. И если вы захотите расширить память, вам придется докупать фирменные карточки от Huawei. Но, с другой стороны, здесь стоит 256 гигабайт памяти, и мне кажется, этого более чем достаточно, даже если вы будете снимать 4К видео. Ну и, конечно же, стереозвук. Да, здесь один динамик, но зато он довольно-таки громкий. Ну и теперь давайте подводить итоги. Мне Huawei P40 Pro очень понравился, потому что у него великолепная камера, отличный дисплей, нормальная производительность даже по сравнению с современными флагманами. Очень хороший корпус и дизайн, и я советую брать именно в сером матовом цвете, потому что смотрится он очень дорого и необычно. И если вас не смущает отсутствие Google сервисов, и вы готовы потратить буквально 15-20 минут на их установку после покупки смартфона, то я могу вам с уверенностью его советовать, потому что он действительно классный. Если бы я хотел перейти на Android, Huawei P40 Pro это был бы, наверное, первый смартфон, который я бы рассматривал для покупки. Потому что, как я уже и сказал, здесь есть камера, за которую можно простить все недостатки этого смартфона, ну, лично я так считаю. Также очень классно, что тут поставили 3D-сканер лица, которым я пользуюсь в айфоне, и он мне нравится. Ну и экран, да и в целом дизайн здесь, конечно, на высоте. Ну а я на этом буду заканчивать, и если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте под ним лайк, подпишитесь на мой канал, группу ВКонтакте, если еще не подписаны, купить Huawei P40 Pro вы сможете в магазине Play.ru по ссылке в описании. Ну а с вами был Алик, всем удачи и пока!